Доброе утро. Пять утра. Несколько попыток сообщить важную вещь. Меня потерпели, так сказать, неудачи. Эти попытки мне потерпели неудачи. Я подумала, я не пила кофе. Да, или зажигала свечку, или зажигала. Да, Господь, конечно, просто так сатане людей не отдаст. Это я уже поняла. Посмотрите. Все, кто меня смотрели, мои видео, наверное, многие разочаровались. Но, в принципе, я не умываю. Потому что, когда нету пророков в своем Отечестве, то это не смертельно опасно. Иисус так и говорил. Нету пророков в своем Отечестве. Ну, я сегодня пишу пятое видео. Четыре я уничтожила. Первое называлось время 1, второе там тоже вроде так же. Ну, а потом я написала второе пришествие Иисуса Христа. И вот пятое видео под названием «Второе пришествие Иисуса Христа». Мне Бог сказал, аргументируй. Будем аргументируй. Почему я имею дерзновение сейчас говорить о втором пришествии Иисуса Христа? Потому что. Потому что я много читала. Да, это юмор. Значит, да. Есть такой проповедник. Слава Божьему. Я не говорю о современных проповедниках. Извините, но там зачастую такое, знаете, люди хайпуют. Ну, не знаю. Мне не нравится. Кому-то смешно, кому-то весело. Ну да. В принципе, смех это хорошо. Если бы он был благороден. Но я люблю читать тех, кто жили до нас. Это действительно святые люди, которые видумы были Духом Божиим, которые умели сокрушаться. В каждой церкви, в каждой конфессии есть свои святые. И есть свои паскуды. Вот. Ну, паскуды это те, которые мамону поставили во главе церкви. А во главе церкви должен стоять Иисус Христос. Ну, Иисус говорил Петру. Пётр, ты камень. На всём камне я поставлю. Построить церковь себе. О чем идет речь? Мы, наверное, не знаем. Может, надо Петра почитать. Его послание о первой трое. Вот. А возможно, идет речь о таких вещах. Камень, который надо бросить. Который куда-то полетит. Который что-то разрушит. Который даст кому-то разочарование. Я не знаю. Я читала историю христианства. Вроде там еще где-то звучали проповеди о том, что будет скоро пришествие Иисуса Христа. Я к этому не обращалась. Сейчас мы не будем к этому обращаться. Самое громкое слово о втором пришествии Иисуса Христа звучало в начале девятнадцатого века. Значит, у меня есть такая книга. Мне адвентисты её подарили. Называется «Великая борьба Елены Уайт». О чем я хочу сейчас рассказать. Скорее всего, о ком и почему я должна поднимать. Этот человек как раз посчитал. Иногда считать. Иногда. Хотя вот интересно. Он искал и считал. А написано «У Бога времена и сроки». И кому Бог хочет, ему открывает. Но он считал. Он, правда, считал. Значит, видно, Богу было водно, чтобы он считал. Но кто интересовался Писанием, кто верующий человек, то знает, что есть книжка Даниила, которая много говорит о Даме. Там есть понятие 2300 ночей и утр. О чем идет речь? Интересно, правда? Вот. И мы, верующие люди. А я обращаюсь и к неверующим людям. Потому что я говорю о Царстве Божьем на земле. И Бог милостив. Даже кто не познал Его. Даже вот я спорю с учеными. Но я люблю этих людей. Они доказывают, что Бога нет. Но они не делают зла. Они любят своё дело. И любят жизнь, наверное. Любят творение Божие. Мне они нравятся. Я с юмором говорила о том, о чёрных дырах и о этих сверхновых. Может, возмущалась, конечно. Я не знаю. Я не знаю. У меня есть племянник, который ходит в церковь, но так он признается, что не верит в Бога. Он учится в киевском сети. Ну и что? Он хороший мальчик. Он не хурит Бога и не делает зла. Но Господь открывается не всем. И написано, кстати, никто не называет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Всем ли Бог дал Духа? В принципе, да. Он написал. Бог изоляют Духа Святого на всякую плоть. Одновременно ли изольёт? Это вопрос. Потому что Бог один. Бог один. Знаете, Бог один. Вот. Я уже говорила, что в каждом роду есть люди, освящающиеся, молящиеся и носящие Хрест и благословенные. И не обязательно. Из-за этого надо, там, ну как-то сказать уже. Надо этих людей любить, в принципе, и благословлять тоже. Потому что, может, они какие-то странные, но мы же блаженны. А блаженны нищие духом. Вот. Так вот. Поговорим о Илле Милле. Это американский реформатор. Американский реформатор, который получил откровение о том, что в 1844 году придёт Иисус Христос. 2300 утро. Он посчитал. От времени разрушения храма. Добавил эту цифру. Вот. И получилось у него 1844 год. Ну понятно, что 2300 лет тому назад получилось и разрушился второй храм. Вот. Иерус 3. Вот такой вот событий. Ну и что там дальше написано у Даниила? Что святилище очистится. Пройдёт 2300 утро и святилище очистится. Вот. Ну а Миллер решил, что это приход Иисуса Христа. Что вот нам надо ждать Господа. Вот. Вот. И получилось, что, ну, многим он проповедовал, многие уже ожидали, были готовы, многие обратились, а не пришло время. Но что Господь нам говорит? Зачем он допустил такое? Зачем? Что будет сейчас? Последнее время, которое я говорю. Это грядущие века. Они уже наступили сейчас. Да. Признаки последнего времени. Говорится. Посланник о грядущих веках. Грядущее время. Вот. Вот оно наступило. Вот это же последнее воплощение. Я верю в реинкарнацию. Из этого была измена в церкви. Из реинкарнации. Вот сижу сейчас и вот вещаю наконец-то через 25 лет. 25 лет я в Господе. Скоро будет. И вот пришло время, чтобы я что-то говорила людям. К сожалению, меня не распространяют. Мне не верят. Я соблазн. Видно, нет пророка в своем Отечестве. Ну, я думаю, что это не трагично. Потому что то, что я уже говорю, уже Богу достаточно. Потому что написано, что Бог ничего не творит, не открыв своим пророкам. То есть Бог ничего не делает, страшного, жуткого. Он ничего не делает, не открыл своим пророкам. Так если пророк просто говорит, он не обязан там ходить по всему миру и говорить. Это не обязательно. Если мы не слушаем, так это уже беда тех, кто его соблазнеет. Может, проблема самого пророка. Вот. Ну, пусть я буду смешная, как пророк, но, слава Богу, я предупреждаю людей о том, что будет совершаться. Ищут Бога многие. Многие проповедуют, что мы все умрем. Некоторые ждут воскрешения, вознесения. Вот. Некоторые думают, что сначала будет скорбь, а потом вознесение. Некоторые думают, что будет вознесение, а потом скорбь. То есть церковь вознесется, а уже тот, кто останется, пусть скорбит. На самом деле все не так. Но я не хочу как. Но я не хочу сейчас об этом говорить. Знаете, Бог все это придумал. Пусть будет больше загадок. Я, например, эти вещи рементировать не намерена, потому что, ну, людям так нравится. Ну, ученым тоже нравятся загадки там, допустим. Чтобы черная дыра была дырой, куда можно влететь и куда-то вылететь в другие миры, допустим, далекие. Ну, людям нравится жить в сказке. Ну, пусть будет так. И получается, сегодня я говорю о евреями Миллере. Ну, я хочу сказать, что несчастный человек. Глобальное разочарование. Я ему сочувствую. Сочувствую всей церкви адвентистов. Я благодарна Богу за них, что они пережили это всё достойно. Достойно пережила эта Елена Уит, которая, видно, общалась с Богом. У неё огромная литература. Я считаю, что классика христианского жанра. Потому что очень духовная литература. Человек явно любит Бога. И после этих всех страданий она ещё была юная девушка, когда Миллер пророчествовал. И она молодая. И она продолжила это дело. Она одна из тех, кто вдохновлял адвентистов на служение Бога. Ну, Миллер это человек достойный. Я его уважаю. Потому что вот его, одна из его биографических таких моментов. Один из биографических моментов. Подобно многим другим реформаторам. Уильям Миллер в ранней молодости боролся с нищетой. И эта борьба за существование научила его величайшим вещам. Умению отказывать себе во всём и умению мобилизовать свои силы. Вот такой Бог. Благодаря. Подобно многим другим реформаторам. Вы понимаете? Поэтому вот мы думаем, почему в церкви нету истины? Пожалуйста. Потому что реформаторы это те, которые умели отказать себе во всём. Которые пережили и боролись с нищетой. Вот это для Бога реформаторы. Вот такие будут реформаторы. А богатство в церкви это мерзость перед Богом. Я думаю, что нужно демократию в церковь вводить. Наконец-то в мире больше демократии, чем в церкви. Построили церковь. Один возглавил её и пожинает все плоды. Мерзость. Поэтому мы так стоим всё на месте. В церкви много верующих, я так понимаю, не любят Бог свою страну. Есть такая возможность. Там приехали проповедники из другой страны. Есть такая возможность. Уехали в Германию, Канаду, поуезжали все. А в пророках, например, если бы читали Библию, то знали бы, что Бог не любит этого. Нет. Он не любит, когда переселяется. У меня вот соседи уехали. Я их очень уважала баптиста. Молодая женщина умерла. Одна из невесток этой семьи там, в Америке. Я не знала. Извините. Надо бояться Бога. Надо любить свою страну. Я говорю по-русски, потому что я знаю, что русские многие знают. И наши Божьи пути не наши будут. Поэтому я говорю по-русски. Буду и по-украински сказать. Когда-то скажу. Так вот. Значит, Уильям Миллер, это действительно очень честный человек. Он прямо признавался, что для него Слово Божие сначала не было авторитетом. Но, в конце концов, он стремился к истине. Он познавал истину. И он начал изучать Слово Божие. В конце концов, он всё-таки уверовал. Увидел много аргументов без Божьего Духа, конечно. И убедил многих своих друзей. Они начали распространять Слово о том, что в 1844 году придёт Иисус Христос. Ждали второго пришествия. Я не хочу углубляться в эти подробности, но якобы пророчества сбывались. Допустим, был огромный звездопад. Летели метеориты. Это всё наблюдали в каком-то году. Потом это всё наблюдали. Они видели действительно какие-то знаки. Потом было, значит, пророчество Османской империи, что она должна вроде развалиться. Тоже сбылось в 1840 году. Якобы это второй признак пришествия Иисуса Христа. Ну, я честно говорю, мне не хватает времени на всё то, чтобы это всё изучать и это понимать. И, может, не хватает памяти, чтобы это всё держать. Но единственное, что я говорю, вот смотрите, ждали-ждали, не пришло Иисус. В том образе, в котором сейчас ждут, что мы вознесёмся. Ну, извините. В мире очень много здравомыслящих людей, которые поймут. Вот я недавно о чёрных дырх говорила. Я говорила о том, что нас окружает магнитная оболочка, которая защищает нас от радиоактивного излучения. Но если мы туда поднимемся, всё. В теле мы поднимемся, то мы там от радиоактивного излучения. Если космонавты космических корабля получают облучение. Ну, всё, понимаете. Верующим людям я стучу и прошу, пожалуйста, говорите здравые мысли. Здравые мысли, пожалуйста. Я понимаю, что вы верите в живого Бога, творящего чудеса, но Он не такой. Вы думаете, что у вас тела изменились, но Иисус, когда у Него было, когда Он на горе преобразился, это Сын Божий. Он преобразился, потому что Он явил Отца. Это Небесный Отец так вот его воссоединился с Сыном. Вы думаете, что вы будете всех в таких телах ходить, что вы будете дальше делать? Для христиан коммунизм – это зло, я так понимаю. Отрекались от коммунизма и учились других. Хорошо. А что вы ждёте от Царства Божьего? Вы ждёте, что где-то там будет жилище одинаковое? Работать не надо? А вечное Слово Божие или не вечное Слово Божие? А Бог не любит ленивых. Он хочет, чтобы мы все трудились. Вечное Слово Божие. На семье продолжение рода. Вот оно, последнее воплощение сейчас. Если мы не будем спешить, мы будем опаздывать. Поэтому мы хороним близких. Если мы не будем искать истину, мы будем страдать. Я прошёл и обращаюсь уже, люди обращаются. Если можете распространять, мы и видим. Не знаю, почему я попала в такую ситуацию. Дальше. Давайте загуглим. 1844 год. Что тогда произошло? Потому что любящие люди, любящие Бога, знаете, есть люди, которые не будут никого затаптывать. Часть людей просто поиздевались над Миллером, когда это всё не произошло. Сначала весной они ждали, потом думали, наверное, осенью. И осенью Иисус не пришёл. У них было глубокое разочарование. Конечно, многие его поддержали, но часть просто издевались и обвиняли его в лжи. Чемоданы, наверное, люди собрали, понимаете? Чтобы износиться. Вот тут такое разочарование. Ну, извините, тогда люди были меньше образованные. Не знали, как это всё устроено. Но сейчас уже мы углубляемся. Сейчас мы уже образованные. Все учим физику, математику. Мы знаем астрономию. Мы знаем, как всё устроено. Какое второе пришествие, как это будет. Иисус если вознёсся, что произошло, я не знаю. Возможно, там действительно приехали за Ним друзья с Его миром. Он не с Его миром. Он не с Его мира, понимаете? Иисус был с другого мира. Он вернулся к себе на родную планету, я считаю. За Ним приехали, может, инопланетяне и забрали его. Это моё мнение. Ну почему так? Многие учёные, кажется, уже слышали такие вещи. Второе пришествие Иисуса Христа. Слышала мудрые вещи. Иисус придёт в истине со своими святыми. Правильно. Кто освящается, кто любит Бога. Кто, подобно Миллеру, так вот живёт, чтобы не обогащаться. Чтобы научиться отказывать себя во всём и умением уберзировать свои силы для истины. У Иисуса ключи от ада и смерти. У Иисуса. Иисус побеждает смерть. Но к этому надо ещё прийти. К победе над смертью надо ещё прийти. Мы, может, ещё получим своих родных назад. В этих телах. В новых телах. В это я верю. Сюда, на землю. Да, в это я верю. Так вот, дорогие мои. Истина в том, чтобы у нас прекратилась эксплуатация. Аргументируй. Я все загуглили 1844 год. Но я этого не делала. Бог не дал другим путём. Я выросла в Советском Союзе. Вы знаете, я не чувствовала себя такой, знаете, обманутой совсем. Ну, потому что, может, там кто-то и обогащался тайно. Но как-то стеснялись об этом говорить. Знаете, как-то было всё более-менее равномерно. Не так, как сейчас безобразие. Все трудились. Извините. Все работали. Не было тех попрошая, которые хотят на халяву жить. Конечно, единственное, что была догонка вооружения и... Не знаю, куда вы возили продукты и так далее. В другие страны. Почему так продуктов не было у нас? Вот. Так, что я хочу сказать. Есть одна книжка. Я не знаю, есть ещё книжка, которая звучит год. Но Бог так дал написать экономическо-философские рукописи 1844 года. Кому принадлежит эта книга? Об этом поговорим в другом видео. Будьте благословены. Продолжение следует...